Правила раздельного сбора отходов давно вошли в привычку. В средней школе номер 3 города Пинска пошли еще дальше. В фойе заведения уже несколько лет стоит контейнер по сбору медицинских отходов. Деньги работать над темой утилизации просроченных либо пришедших в негодность препаратов медицинских пришла к нам благодаря очень плотной работе учреждения образования в области энергоресурсовосбережения, в области охраны экологии окружающей среды. Дети написали научную работу, где проводили социологический опрос о том, какой вред наносят просроченные лекарства, если они попадают в окружающую среду. По ходу исследования выяснилось, пинчане готовы сдавать просроченные лекарства. Тема утилизации имела продолжение. При поддержке экологических организаций школьники вместе с преподавателями написали проект, в рамках которого получили грант на приобретение специальных антивандальных контейнеров. Теперь дважды в учебном году администрация школы проводит акции по сбору просроченных лекарств. Мы объявляем такие акции и обучающиеся либо законные представители, особенно в канун таких религиозных, в том числе праздников, когда наводится общий порядок в доме, когда ревизия всего имущества. Как правило, за одну такую акцию мы собираем порядка 5 килограмм различного рода просроченных лекарственных препаратов. Далее собранные медицинские отходы отвозят на утилизацию. Таким образом, они не попадают в окружающую среду, а это значит, не приносят вреда и людям.